Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Артём, и вы находитесь на канале HardTales. И это рубрика HardNews. Сегодня поговорим о дорожной карте AMD, на которой можно посмотреть, какие же продукты выйдут в ближайшее время, а именно это, конечно же, центральные процессоры, и это, конечно же, видеокарты. Относительно недавно прошёл так называемый финансовый день. Это мероприятие для инвесторов, соответственно, на данном мероприятии компания раскрывает свои планы на будущее, дабы получить те самые инвестиции. Итак, что же мы видим? Во-первых, это дорожная карта ядер центральных процессоров. Сейчас актуальная архитектура – это, конечно же, Zen 3. И Zen 3 с технологией 3D V-Cache, с дополнительным чиплетом, который реализует большую кэш-память, что, соответственно, влияет на производительность, повышая её. Здесь у нас техпроцессы 7 нанометров и 6 нанометров. Далее это Zen 4. Кое-какую информацию о Zen 4 компания уже продемонстрировала. У меня есть отдельный выпуск. Ссылку оставлю в описании. Сможете посмотреть, что же компания рассказала о своих новых процессорах на архитектуре Zen 4. Так вот, Zen 4 – это 5 нанометров. Дальше будет, очевидно, Zen 4 также с технологией 3D V-Cache и Zen 4C. Zen 4C – это специализированная архитектура, которая будет оптимизирована для вычислений. В обычных процессорах она применяться не будет. И далее, конечно же, последует Zen 5. Zen 5 опять же с 3D V-Cache и оптимизированный Zen 5C. Здесь уже будет TSMC техпроцесс 4 и 3 нанометра. Далее можно более предметно посмотреть на архитектуру центральных процессоров для непосредственно обычных пользователей, не для серверного рынка. Это будущая линейка процессоров Ryzen 7000 на Zen 4. Здесь, конечно, стандартная линейка классическая AMD Ryzen. Здесь будет линейка процессоров, в том числе и Threadripper. Да, компания собирается обновить, наконец-то, свои высокопроизводительные процессоры до ядер Zen 4. Так что Threadripper не забыт. Ну а далее Zen 5, Granite Reach, который будет выпускаться по более тонким техпроцессам. Ну и, разумеется, будет иметь новую архитектуру ядер. Серверная линейка будет представлена такими чипами, как Genoa, Bergamo, Genoa X и Siena. Ну а дальше придет линейка Turin. Целое семейство. В серверных процессорах нас ждет увеличение количества ядер до 96, что, соответственно, позволит еще больше поднять производительность в сочетании с новыми архитектурными решениями. Для ноутбуков сейчас доступны будут новые процессоры AMD Ryzen 6000, архитектура Zen 3 Plus и новая встроенная графика RDNA 2-го поколения. Далее Phonics Point 4 нанометра, Zen 4, RDNA 3. Ну и, наконец, Strix Point, это будет уже Zen 5, RDNA 3 Plus в качестве графики. Однако эти продукты будут представлены в будущем, в 2023-2024 годах. Ну а самое интересное, это, конечно же, настольные видеокарты, где архитектура RDNA 3-го поколения будет выпускаться по более тонкому техпроцессу 5 нанометров. Это будет линейка чипов, так называемые Navi 3X. Далее уже появится Navi 4X на RDNA 4-го поколения. Ну и, конечно же, будут обновлены графические ускорители для высокопроизводительных вычислений для серверов. Сейчас актуальная архитектура это CDNA, 7 нанометров, далее CDNA 2 и, наконец, CDNA 3. Что касается подробностей про графическую архитектуру RDNA 3, про будущую графическую архитектуру, здесь, как я уже и сказал, 5-нанометровый технологический процесс. Второе, что стоит отметить, это то, что компания будет использовать здесь не монолитный кристалл, а упаковку из нескольких чиплетов. Поэтому чиплетная упаковка из центральных процессоров потихоньку переходит, в том числе и высокопроизводительные графические процессоры. Как все это будет выглядеть на практике, мы относительно скоро уже увидим. Архитектура будет более гибкой и, соответственно, можно будет строить те или иные графические процессоры под те или иные рынки более проще, поскольку кристалл не будет монолитным. Итак, здесь будет полностью обновленный вычислительный блок, оптимизированный графический конвейер, новая кэш-память следующего поколения AMD Infinity Cache. Она уже применяется, но здесь будет этот кэш переработан. В итоге все архитектурные изменения дадут нам примерно до 50% лучшую производительность на ватт по сравнению с текущей графической архитектурой RDNA второго поколения. Звучит очень и очень многообещающе. На самом деле мультичиповую структуру будут иметь только старшие кристаллы, это Navi 31 и Navi 32, а младшие Navi 33 и Navi 21 будут монолитными. Что же, раз уж я заговорил о видеокартах, давайте поговорим о видеокартах от зеленых. Это, конечно же, будущая линейка NVIDIA GeForce RTX 40. Все это всего лишь слухи, но тем не менее. Для начала компания представит, конечно же, видеоускорители более высокого класса, такие как RTX 4070, 4080, 4090 и даже 4090 Ti. Есть даже слухи, то что, возможно, выйдет в том числе и Титан новый. В 3000 линейке Титанов не было. Не знаю, есть ли смысл представлять Титан, если есть RTX 4090 Ti, либо как в 3000 линейке 3090 Ti, и фактически поэтому Титана там и не появляется. Ну, ближе к релизу мы увидим кое-какие подробности по поводу Титана, если он все-таки будет представлен. Так вот, чип, который ляжет в основу RTX 4070, это AD104, архитектура ADA Lovelace. Мы получаем здесь расчетную мощность около 300 Вт. И совершенно новый разъем питания, это 16-контактный. До 12 ГБ GDDR6 памяти с пропускной способностью 21 ГБит в секунду. CUDA ядра около 7680, это примерно, соответственно, вот такие вот характеристики. Расчетная мощность у чипов немаленькая, несмотря на более тонкий техпроцесс. Ну, вроде бы как обещают повышенную производительность. Далее это RTX 4080, здесь будет использоваться AD103, с расчетной мощностью уже около 350 Вт. 16 ГБ, здесь будет GDDR6X. Наконец, это RTX 4090 с чипом AD102, который будет иметь расчетную мощность уже 600 Вт. Ну и, наконец, монстр, это RTX 4090 Ti, либо же Titan, как там Nvidia его назовет. Здесь расчетная мощность максимальная до 900 Вт. При этом, чтобы подводить такую мощность, будет использоваться целых два коннектора по 16 пин. Конечно, стоит отметить то, что это максимальные расчетные показатели. Они на реальных печатных платах использоваться не будут. Это, возможно, будут какие-то специальные продукты для сверхразгона под азотом. Но, тем не менее, на примерно эти цифры стоит ориентироваться. Конечно, чтобы отводить такое большое количество тепла, потребуются и соответствующие монструозные системы охлаждения, чтобы все это эффективно отводить даже в таких базовых видеокартах, как RTX 4070. Здесь 300 Вт – это очень-очень немало. Опять же, нужно будет смотреть на производительность, на соотношение Вт к той самой производительности. Разумеется, новые чипы поколения ADA будут использоваться и в ноутбуках. В ноутбуках, конечно же, энергопотребление будет ограничено. Старший чип AD102 использоваться не будет. Будут использоваться чипы AD103, AD104, AD106. При этом ограничение по потреблению будет 175 Вт для старших чипов и 140 Вт для младшего чипа. При этом, несмотря на то, что используются, разумеется, очевидные пределы мощности, поскольку ноутбук имеет ограниченную возможность отвода тепла, тем не менее, производительность будет намного выше, чем у текущих решений RTX 30 при том же самом энергопотреблении. Теперь давайте поговорим о многострадальных видеокартах от компании Intel, которые она все еще никак не может полноценно выкатить на рынок. На выставке EM2022 была показана видеокарта на основе чипа ASM-G10. Ну или по-простому это ARC A770. Будет еще более старшая версия, это A780 с более расширенным TDP. Соответственно, можно рассчитывать на то, что более расширенный TDP позволит достигать более высоких частот на графическом процессоре. В качестве памяти используются микросхемы GDDR6. Скорее всего, это 16 ГБ. 256-битный интерфейс памяти. TDP около 250 Вт у данного решения. Питание 8 плюс 6 ПИН, классическое. Не используются здесь коннекторы, которые показала компания NVIDIA в свое время. И будет использовать на линейке RTX 40. 4096 ядер, то есть это непосредственно полноценный чип. И 512 исполнительных блоков. Также будут доступны более младшие видеокарты A750, A580, A380, A350 и даже A310. A310 будет конкурировать с такими, например, видеокартами от красных, как RX 6400. Ну а та же интеловская A350 нацелена на конкуренцию с видеокартой от зеленых RTX 3050. Более того, например, первые видеокарты из младшей линейки это Intel Arc A380, которая должна конкурировать с RTX 3050 и даже быть быстрее, чем RTX 3050, уже продаются на рынках. В частности, на рынке Китая. Правда, цена очень большая, более чем 500 долларов США. Компактная вот такая вот видеокарточка, 8-пиновое питание, чип здесь ASM-G11, 1024 ядра, 8 ядер XE, 6 гигабайт памяти GDDR6, энергопотребление около 92 Вт. В принципе, стандартное энергопотребление предполагает то, что здесь даже не должно использоваться дополнительное питание, но дизайн это вроде бы как нестандартный. Соответственно, здесь прицепили в том числе и отдельный коннектор питания. Можно было обойтись и обычным 6-пиновым, но поставили 8-пиновый. Для того, чтобы подводить дополнительное количество энергии, очевидно, для того, чтобы чип мог работать на больших тактовых частотах. Примерно оценивается то, что данный графический процессор в этой видеокарте работает на частоте 2450 МГц. 6-нанометровый техпроцесс TSMC. Видеопамять работает с пропускной способностью 15,5 Гбит в секунду, напомню, это GDDR6, что дает нам 186 Гбайт в секунду пропускной способности. Это пока что только единичные случаи продажи дискретных видеоускорителей, тем более, что вот эти конкретные партии уже проданы. Пока Intel все еще не запустила графические карты на массовый рынок, компания сейчас ориентируется вначале только на ноутбуки. В ноутбуках уже графические решения ARC используются, а вот в настольном сегменте пока еще никакого полноценного релиза не было. На самом деле, как заявляет компания Intel, аппаратная часть была готова уже достаточно давно. Но сейчас активно пилится именно программные составляющие, а именно драйверы. Все-таки драйверы дают основную часть производительности и непосредственно все завязано именно на драйверах. Будут ли они сырыми, либо нет, это все зависит от компании Intel. Хотя, сколько они уже разрабатывают свою графическую архитектуру, здесь, как говорится, ну, грех будет не допилить все-таки эти драйверы. Наконец-то. Я считаю, что на релизе никаких больших ошибок не должно быть в плане именно программного обеспечения. Потому что репутационно это на Intel подействует не очень хорошо от обычных потребителей. Все-таки время на разработку у них было более чем достаточное. Что же, на этом все. Данный выпуск заканчивается. Подпишитесь на канал, если вы у меня впервые. Прожмите большие пальцы вверх. Оставляйте свои комментарии обязательно. И увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok